Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о молитве Моисея в книге чисел в 11 главе, в 11 стихе. «Сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего?» Очень необычная, странная молитва, очень дерзновенная, но именно поэтому она обретает невероятную цену для верующего человека. После длительного пребывания в Синайской пустыне народ готовится ко второй части своих странствий на пути к земле обетованной. Очень важно всегда помнить, что народ Божий, как и мы с вами, если мы с вами верующие люди, мы не просто совершаем некий путь из пункта А в пункт Б, народ не просто уходит из Египта, у него есть определенная цель, конечная цель, земля обетованная. Он идет навстречу свободе, навстречу освобождению, навстречу жизни. И именно это помогает наполнить жизнь человека каким-то особым глубоким смыслом. Первые десять глав книги чисел представляют собой очень длинное предисловие к этой новой истории, которая начнется ко второму этапу странствий в пустыне. Производится перепись в стане, колено за коленом собираются вокруг скиньи завета, они выстраиваются в том же порядке, в каком они двинутся в путь по пустыне, почти как военные полки. Серебряные трубы трубят сбор, подают сигнал продолжать шествие. И вдруг возникает необъяснимая тревога. В одиннадцатой главе начинается повествование с того, что народ стал роптать вслух против Господа. Они ропщут, как вообще люди, которые по любому поводу, лишь только случают какое-то затруднение, они выражают свое недовольство Богу. И этот ропот набирает силу настолько, что Бог это слышит, и возникает гнев. Возгорается огонь, неспосланный Богом, и этот огонь бушует на краю стана. Люди возопили, бросились к Моисею за помощью, Моисей возвал к Господу, и огонь погас. Первое тревожное предписание, первый тревожный знак о том, что человеческий ропот, человеческий бунт может обернуться стихийным бедствием. И дальше говорится о том, что к народу примкнули люди внешние, чужие, пришлые. И они стали говорить о том, что им хотелось бы пищи получше. И по примеру этих людей это чувство охватывает и израильтян. Вслед за ними народ Израиля начинает вопить вновь. И понятно, что этот ропот совершенно несправедливый и какой-то отвратительный и гнусный. И мы можем понять чувство Моисея, который в ответ испытывает очень сильную депрессию. В книге чисел не сообщается никаких деталей. Но это самый мрачный момент в жизни Моисея. Народ начинает рассказывать сказки, как было прекрасно в прошлом, как было хорошо в Египте, что им бесплатно раздавали эту пищу. Ничего им бесплатно не раздавали. Во-первых, не было ни мяса, ни рыбы, а то, что они получали в пищу, они приобретали, расплачиваясь своей свободой. Человек, лишенный свободы, лишен собственного достоинства. И поэтому в поведении этих людей было нечто абсолютно чудовищное. И Моисей испытывает сильные потрясения. Мы бы сказали, сегодня он испытывает шоковое состояние. И мы можем догадаться лишь по тому ответу, который дает Господь на молитву Моисея. Он повелевает Моисею собрать 70 старейшин, которые вместе с ним должны разделить бремя власти. То есть Моисей взвалил на свои плечи все бремя ответственности, и он оказался в абсолютном одиночестве. И это, конечно, неизбежно чревато депрессией. И мы видим, что в Ветхом Завете ни один Моисей чувствует себя настолько одиноким, что в своих молитвах просят у Бога смерти. Нечто подобное произошло с пророком Ильей, когда Изавель повелела его арестовать и предать смерти после победы над пророками Ваала. Нечто подобное происходит с Еремией, когда народ отказывается слушать его грозное пророчество. Нечто подобное происходит с пророком Ионы. Он тоже впадает в депрессию, когда увидел, что Бог простил народ Неневии и не исполнил своего обещания уничтожить этот народ через 40 дней. Итак, пророки и великие мужи чувствовали себя нередко одинокими и отверженными, потому что они на своих плечах несли невыносимое бремя одиночества и ответственности. И у них в какой-то момент возникало чувство, что так больше продолжаться не может. И в Библии псалмы, наверное, говорят об этом с наибольшей откровенностью. В них образ царя Давида, который не только имел какие-то тяжелые проблемы в личной семейной жизни, но тоже и военные, политические, духовные проблемы, он в какие-то моменты изливает свою печаль, свое отчаяние в трагическом одиночестве. Он оплакивает свою судьбу, и поэтому молитва царя Давида в псалмах – это молитва любого верующего человека, который изнурен от воздыханий, каждую ночь омывает ложи слезами. В 12-м псалме царь Давид кричит к Богу, «Доколе, Господи, Ты будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня?» И, наконец, 21-й псалм, который произносит умирающий Христос, «Боже мой, Боже мой, почему Ты оставил меня?» Или знаменитый «де профундис» – «из глубины, из бездны, отчаяния». «Взываю к Тебе, Господи, услышь меня!» Все эти псалмы говорят о похожих моментах, которые прожил Моисей вот в этот момент исхода из Египта. И нечто подобное испытывают верующие люди во все времена и в наши дни. Даже живя в большом городе, любой из нас понимает, что иногда очень трудно найти друзей, близких людей, с которыми можно поделиться своими сокровенными мыслями, своими чаяниями, кто мог бы понять твои чувства. А без такого общения верующему человеку бывает очень трудно. Поэтому в дневниках и в житиях великих святых очень часто встречаются упоминания об их одиночестве. И слова псалмопевца, конечно, здесь звучат, как такое жалобное воркование горлицы, которое страдает от этого одиночества. И псалмопевец прибегает к этому удивительному поэтическому языку. Многие верующие люди находят утешение в чтении этих псалмов именно по этой причине. Псалмы учат нас, что мы не одни. Кроме нас есть и другие люди, кто испытали то же самое чувство. Мы проходим тот же путь, по которому уже до нас прошли Моисей, Илья, Иеремия, Иона, царь Давид. Великие духовные лидеры в истории народа Божия, наш Господь Иисус Христос, апостол Павел, отцы пустынники, великие святые, все они прошли через это. И Библия отличается удивительным психологическим реализмом, потому что она ничто не ретуширует, она все описывает как есть. И многие праведники были святыми людьми, но они не были суперменами. В отличие от языческих религий, иудаизм и христианство ничего не приукрашает. Даже самые великие святые знали моменты отчаяния, горя. Они оставались людьми, которые знали, что такое боль и страх. И никто не нуждается в искусственной героизации праведников, искусственной идеализации. Пусть цари, пророки, апостолы останутся настоящими людьми, живыми людьми, именно поэтому они будут победителями и праведниками. Если из них делать каких-то полубогов или идеализированных сусальных персонажей, то тем самым обесценивается их жизнь, обесценивается их подвиг. И поэтому бескомпромиссная честность Библии делает их слово таким убедительным и наделяет силой исцеления. Даже просто когда читаешь слова этой молитвы, она становится твоей молитвой, ты вдруг чувствуешь какую-то силу, которая тебя вдохновляет, исцеляет, позволяет поднять голову и продолжать свой путь. Психологические кризисы, которые переживает народ Израиля, можно вполне понять. Но особенно можно понять Моисея. Моисей сделал все, чтобы то поколение, которое выросло в рабстве, вышло из рабов, чтобы их перевоспитать, чтобы они стали людьми свободными, то есть могли взять ответственность за себя, за своих близких, быть свободными в отношениях с Богом, прямыми и честными. Все это не увенчается успехом. Рабы остаются рабами. Поэтому можно себе представить глубину одиночества и отчаяния Моисея, который все положил для того, чтобы их перевоспитать, и у него ничего не получается. Илья был одним из немногих пророков, которые восстают против нечестия сильных мир и сего, и все равно это противостояние оказывается настолько непосильным, что он впадает в это состояние депрессии, одиночества. Пророк Иеремия и Иона проходят через тот же путь. И если мы заглянем в следующую главу, то мы увидим, что Господь сам защищает Моисея в тот момент, когда Мириам и Аарон нападают на него. Точно так же, когда пророк Илья просит Бога о смерти на горе Хариф, он удостоился удивительного откровения. Бог говорит с ним и является ему в шепоте тихого ветра. Иеремия тоже получает новые силы, продолжает свое служение. Иона получает какой-то сокрушительный урок сострадания и милосердия от самого Бога. Все это говорит о том, что Господь никогда не оставляет молитвы праведников неуслышанными. И те, кто познали потрясающую глубину духовного одиночества, как никогда близко соединяются с Богом. В наше время, конечно, одиночество становится своего рода пандемией. Дело не только в том, что мы вынуждены сохранять какую-то изоляцию по эпидемиологическим причинам, но в целом те связи, которые на протяжении тысячелетий связывали людей в единую общность, в род или народ, сегодня ослабевают. И по разным причинам многие из нас сегодня чувствуют себя одинокими, отвергнутыми, ненужными, обделенными радостью общения. И мы можем понять, почему Бог говорит в книге Бытия, «Нехорошо человеку быть одному, нет ничего хуже, нет ничего ужаснее и бесчеловечнее, чем одиночество, когда человек остается один». Но именно в преодолении этих невзгод есть уникальная польза, потому что в одиночестве человек может обрести и высшее утешение, страдая от одиночества. Во-первых, мы способны понимать страдания других людей, мы понимаем, что мы не одиноки, потому что другие прошли по этому пути. И самое главное, что в тот момент, когда из глубины, де профундис, из бездны, одиночества мы призываем Бога, то мы его обретаем в тишине души, мы можем почувствовать его прикосновение. Разумеется, это не смягчает удар от потрясения, но в Библии мы находим этот источник вдохновения, силы и мужества. Бог не оставляет без ответа крик о помощи. Мы можем использовать эти молитвы псалмов, пророк Моисея и других великих персонажей Библии для того, чтобы укреплять наш духовный опыт, для того, чтобы становиться в большей степени людьми, развивая свое религиозное чувство. Но самое главное, конечно, обретая утешение в этих рассказах и в этих молитвах. Когда мы чувствуем себя наиболее одинокими, мы действительно обнаруживаем, что мы далеки от одиночества, потому что Господь всегда с нами. На портале Exegget.ru с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...